Молодёжный культурно-оздоровительный комплекс Черёмушки. Спортивный детский лагерь на озере Сугояк. Сегодня свой день воспитанники, вожатые тренеры проведут перед объективом нашей телекамеры. В нашем лагере тренировочный процесс у всех идёт по-разному. Шажочками, степом, 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 коротким. Чем вы здесь занимаетесь? Новости. Новости делать? Каждый день занимаетесь? Да. Да, какие новости? Про что? О чём? Это чисто как маленький эксперимент, зато у вас будет автоматически каждая часть тела выражаться настолько максимально, чтобы описать, что вы хотите сказать человеку. Нужно задеть только листик. Вот листик выберите и только листик бейте. Не нужно всё дерево валить. Пытаемся их сейчас подготовить ко второй части, чтобы добиться более высоких результатов. Прижимайте, хлёстко. Вот, не надо сильно. Поднимаем, поднимаем, прятки над водой. Нам очень интересно наблюдать, как китайский тренер учит, обучает наших спортсменов. Время уже полдевятого. Подъём у нас. На завтрак идём. Так что будем, народ. Девочки, подъём. Кисуни. Доброе утро. Просыпаемся. Подъём. О, суперспасимый, золотой. На завтрак. Давайте умываться, одеваться. Сегодня тепло, жарко, так что нормально, всё хорошо. Мальчики, подъём, мои хорошие. Просыпаемся, мои киски. Подъём. Подъём. Через полчаса на завтрак одеваемся, умываемся. Просыпаемся. Вот ещё один. Сами встали. У нас утро в лагере. Солнечное. Очень такое ясное. И в нашем лагере тренировочный процесс у всех идёт по-разному. У всех разные тренировки, у всех разные режимные моменты. И поэтому все встают по-разному. Кто-то в 7, кто-то в 7, кто-то в 8, кто-то в 8, 30. Вот сейчас у нас идёт тренировка у спортивной школы «Юность Митар», в частности направление волейбол, женский волейбол. Основная часть детей в лагере – спортсмены. Легкоатлеты, тхаквандисты и цюдаисты, конькобежцы, волейболисты, футболисты, танцоры. Также в этой смене есть так называемые творческие отряды – дети из обычных общеобразовательных школ. В 9 утра завтрак. Сразу после у спортсменов начинаются профильные занятия. У остальных детей – тематические кружки. Так, показываю на примере одной фенечки. Вот, допустим, тебя. Ребята, вот кто не умеет. И можете даже те, кто умеет. Подходим сюда. Смотрим. Вот у нас первая ниточка красная на этой фенечке. Она у нас ведущая. Значит, рядочек весь будет красным. Все понимают? Вот. Мы берем эту первую ниточку в правую руку, а вторую, красную тоже, в левую. Кладем ее сверху на вторую ниточку и вытаскиваем из-под низа. Делаем обычный узелок. Ниточка та, которая ведущая, тянем ее наверх, а вторую держим в руках. Затягиваем. И точно так же делаем второй узелок. Нет, стой. Так, вот эту давай. Вот. Так. У тебя она слезает сейчас. Подожди. У тебя еще скотч нужен. Давай попробуем. Еще какой? Еще один оранжевый. Еще оранжевый. Отлично. Может, это было уже где-то. А, вот. Все. Теперь попробуем написать что-нибудь в какое-то предложение, и вы должны понять, что он вам хочет сказать. Попробуем. 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 Желательно вам советую не торопиться, потому что человек не помет ваших таких милых. Это то же самое, что Гритя. Так, приказать, что делаешь, что-то еще. А головой? Математически, каждая часть тела, ну, выражаться настолько максимально, чтобы описать, что вы хотите сказать человеку. Понятно? Понятно? Да. Хорошо. Сейчас хип-хоп-дэнс идет в класс, у нас мастер-класс по хип-хоп-танцу, такой стиль. И мы учим фристайл. Типа, я учу каждую часть тела разбирать, ну, чтобы человек хорошо управлял каждым своим телом. Вот, и чувствовал ритм. Вот такие пироги. Ну, что, получилось хоть у кого-нибудь? Да. Привет, Лерас. Или вы делали так? Ладно. Всегда представляете, как вы выглядите со стороны. То есть у каждого танцора есть свой имидж. То есть и в первую очередь запоминают танцора не по имени, не по, так сказать, его танцу, а по вот именно внешнему вот этому имиджу. Понимаете? Каждый профессиональный танцор, которого вы знаете, он у вас как-то в голове с чем-то ассоциируется, как-то выглядит у кого-то что-то длиннее, там кто-то так одевается, кто-то так делает и так далее. Поэтому у вас тоже должно быть сравниваться, например, у вас что? Вот. Но это все с опытом и со временем. Костя, вечером будешь танцевать? Танцевать вечером будешь. Сейчас тренируйся. Двумя ногами запрыгиваем. Крыжок двумя ногами. Шажочками, степом, 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 степом. Короткий. Сейчас подходим. Каждый себе выбирает листочек. Примерно на уровне головы. Все, и делаем удары. Да, да, да. Все, вот здесь выбирайте, вот здесь. Сильно туда влез, не надо лезть. Вставайте подальше друг от друга, чтобы не мешать. Питя, нужно задеть только листик. Вот ты листик выбери и только листик бей. Не нужно все дерево валить. Только листочек. Тихонечко, старайся. Вот, сейчас же получилось. Все. А это занятия у юных дюдаистов школы «Локомотив». Ребята проходят тренировочные сборы перед предстоящим сезоном. Летом в кимоно жарковато, но трудности только укрепляют волю. На поле тем временем футболисты отрабатывают удары по воротам. Прижимайте. Хлестко. Вот. Не надо сильно. Хлестко. Вот. Нет. Да, в правый нижний. Ты куда целишься? Вы просто что ли, Степа, бьете? Вот. Вот это удар. Все остальное не считается. Наша школа называется «Торпеда» комплексная детско-юношеская спортивная школа. Наши воспитанники проходят тренировочные сборы в детском оздоровительном лагере «Черемушки», чтобы подготовиться ко второму кругу чемпионата города Челябинска по футболу. На данном этапе они сейчас идут в середине таблицы. То есть пытаемся их сейчас подготовить ко второй части, чтобы добиться более высоких результатов. Звезды, может быть, таких и нет. Прям ярких. Но вполне сильные ребята. Я бы сказал, что они сильны как команда целиком, а не индивидуально. Все, ребята, ходим в воду. По колено, чуть выше колено. Мысенько, мысенько, все заходим. Степа, холим, побыстрее. Обязательная тренировка легкоатлетов – занятия в воде. И полезно, и в жаркий день приятно. Готовы? И хоп! Поднимай, поднимай. Пятки над водой. Леша, пятки над водой. Чаще! Чаще, чаще, чаще! Колено сошнули, и прямая нога вперед. Лоски. Кача. Еще как кача. Вперед прямая ножка уходит. Стопа выше бедро. И хоп! Маша, полный присед, Маша! Лучки наверх вытягиваем, полный присед. Выпрыгни, выпрыгни, выпрыгни. Стопа выше, вытягивается в полный рот. Работа, работа, Редаша! В 12.30 дети отправляются на обед. Затем у отрядов «Свободное время» и «Сунчас». Молодежный культурно-оздоровительный комплекс «Черемушки». Сегодня свой день педагоги, воспитанники и тренеры проводят перед объективом телекамеры. Во второй половине дня, сразу после «Сунчаса» все идут на пляж. Купаются у нас только при том случае, когда есть медицинский работник на пляже, когда есть матрос-спасатель. Естественно, либо тренер с людьми в воде, либо вожатый вместе с ними. Вот, собственно, так происходит купание. На выход! А здесь у нас тренируется шорт-трек. Тренер у них из Китая, Юда Хэ, он приезжает сюда уже со второй год со своими спортсменами. Проходят интересные тренировки, как и у других спортсменов, в принципе. Нам очень интересно наблюдать, как китайский тренер учит, обучает наших спортсменов. Сам тренер плохо еще знает русский язык, но ему помогают его ученики, проводят иногда тренировки вместе с ним. В нашем лагере 35 лет, но в формате спортивного лагеря мы работаем последние три года. Одним из достижений наших является то, что наш педагогический состав в этом году занял третье место по России, вот, как лучший педагогический состав детского оздоровительного лагеря. У нас спортсмены не только тренируются, мы большое внимание выделяем мероприятиям различного типа. Создано большое количество пространств в этом году, где ребята могут в свободное время заниматься чем угодно. Спортивные отряды на тренировке, а обычные творческие отряды на хобби-студиях. Это, как вы уже слышите, игра на гитаре, песня под гитару. Это, скорее всего, еще игротека. Сейчас посмотрим, узнаем. Ребята, у вас какая хобби-студия? Песня под гитару. Песня под гитару. Какие песни вы знаете уже? Алый паруса. Оркестр. А что еще у вас в планах? Какие песни еще изучить? Батарейка. Батарейка. Ты-то, я думаю, с тобой. То есть песня о дружбе, да? Да. Вот что за игра свинтус? В чем она заключается? В том, чтобы мы быстрее марки ищем. Избавиться от всех карт. Здесь есть вот тихо-хрюм. Что там еще есть? Захарапин. Хлопоплин, ханёш. Сейчас просто хапёш есть. И вот разные вот такие цифры, да, снимаем? И захлопить еще одна карта? Вот захрапин, что это значит? Захрапин. Это значит, что хлопопы пропускает. Пропускает вход. А тихо-хрюм, что значит? Это дохлоп. Все молчат. Все молчат. Хапёш. Там все написано. А хлоп-копыт как делать? Покажите хлоп-копыт. А быстрее можно? Вот еще раз, давайте. Вот хлоп-копыт кто положит? Спасибо вам. Я знаю, что он сейчас мне поставит. Спасибо. Спасибо. Чем вы здесь занимаетесь? Новости? Новости делать. Каждый день занимаетесь? Да. Да. Какие новости? Про что? О чем? Про лагерь. Про лагерь, да? О лагере? А сейчас вот что делать? My Life Pets. My Little Pets. А, My Little Pets. То есть это газеты выделишь. А потом эти газеты куда? На стоят у нас газеты. На все обозрение, чтобы все видели, что интересуют наших ребят, что им интересно. И, собственно, у них это получается очень хорошо. Недавно они брали интервью у всех лажатых. Спрашивали их интересующие вопросы о том, как они живут, что у них происходит. Вожатые раскрыли, так сказать, завесу тайны. И теперь девочки, по крайней мере, знают все секреты вожатых. Интересно. Мы берем темы, то, что интересно ребятам. То есть лагерная жизнь, как делаются мероприятия, как они, собственно, проводятся, как организуются. Они все это пишут, пишем статьи. Ксюша занимается именно стендами, да, которые вывешивают новости. Мы вместе редактируем. Также в ближайшее время у нас будут свои новости, которые мы делаем на протяжении уже вот семи дней. Мы подбираем материал, делаем кастинг на ведущих новостных, поэтому у нас все очень серьезно, на самом деле. В половину восьмого тренировки заканчиваются, и дети отправляются на ужин. Пища у нас для детей разнообразная. Пища готовится в основном в параконвектомате. Организовано пятиразовое питание. Дети получают каждый день разнообразные фрукты, каждый день получают соки. Вечером детям на пятое питание выдается разнообразная кисломолочка с булочками, либо с пирожным, либо с печеньем, либо с конфетками. Параконвектоматы, они есть разноуровневые. Здесь можно готовить либо на конвекции, либо конвекция пар. Можно очень быстро разогреть пищу. Здесь можно отварить овощи без воды, что позволяет сохранить все витамины, какие есть в овощах. После ужина челябинские спортсмены развлекаются. Итак, наше мероприятие называется МОЗ. У каждого вожатого вы выполняете задания, показываете свой ум, свое мастерство, ловкость рук, слов, отгадываете их задания и за это получаете картонки. Эти картонки собираете. После прохождения всех танцев мы вас ждем здесь. Кто первый, тот молодец и будем с вами строить мост. Раз, два, три, раз. Вот она. Ну в общем, 100% летательный аппарат не сработал явно. Падательный аппарат, падательный аппарат. Итак, ребят, что вы тут делаете? Что вы делаете, строите? Мы строим. А что строите? Нам надо использовать шесть ломастеров. Шесть ломастеров. Чтобы мячик стоял на штуке. Ну покажите как, чтобы мячик стоял. Мы думаем. А, вы думаете как, да? Вы не можете придумать. Так, Александрина, у вас что это? Волейбол играет? А это как-то странно, нет? Нормально. Нормально. Вам нравится? Нормально. У вас получается? Да. Вы выигрываете. Вы выигрываете? Сколько выиграете? Чуть не проиграли за меня. Давай. Ох, чуть не убили. Да, действительно. Мне кажется, действительно это очень интересно, правильно? А где вы играли простынями в волейбол? Нигде, ни в каком лагере? Я там вас отвлекаю, наверное, да? Нет, нормально. Нормально. Ну, хорошо. Ну, вот самое главное. Тоже удачи вам. Так, происходит переход. Те, кто получает новые строительные материалы для моста, вы можете сразу его ставить на место, строить из него мост. Внезапный дождь внес коррективы вечернюю программу. Пока дети занимаются в тематических кружках, вожатые решили не терять времени и организовать репетицию. Это я с вами спою. Катя, вот сюда встанешь. Катя, вот сюда, в душу рядом со мной встанешь. Лера, немножко направо, вправо. Ага. Так, первый ряд сели. Раз, два, три. Раз, два. Двигаемся немножечко. Тут коряменько. Ну, ладно. Последний, второй ряд сели. Мальчики, Саша, вот сюда немножечко. Ага, встали. Сначала. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ручка за спиной. Вожатые готовят номера уже на закрытии. Потому что закрытие второй смены очень такое торжественное мероприятие, очень значимое. И для детей мы хотим приготовить такой большой сюрприз. Поэтому мы уже сейчас должны готовиться к этому мероприятию. И вот сейчас ставим номера, ставим вокальные номера, ставим танцевальные номера. Вот, и надеемся, что у нас все получится. Вот, что получится грандиозный концерт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кто там неправильно сделал? Мальчики пошли. И. Молодцы. 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 Время 22.30 У нас просто позади уже отбой Все спят Мы считаем, что летом ребенок обязательно должен выехать в детский оздоровительный лагерь Потому что, во-первых, это свежий воздух Это особая новая жизнь Дети у нас учатся самостоятельности У нас озеро, которое прогрелось уже к 2 июня И мы купаем практически постоянно У нас профессиональный педагогический состав Много возможностей для общения, для занятия творчеством Мы рады, что ребята к нам возвращаются снова и снова каждый год Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова